денис приветствую тебя привет всем традиционная встреча для четверга тоже традиционно обсуждаем с тобой рынке ты вещаешь со стороны как бы технического анализа я со стороны новостного фон то есть общая картина со всех сторон освещается подсказываем где есть хорошие возможности которые можно использовать каких-то с учетом паттернов либо новостей и сегодня как раз у нас встреча если снова сделать акцент на фундаментальный фон прямо перед выходом данных по инфляции в сша важнейший отчет этой неделе может быть даже и не только хотя время покажет насколько это важный отчет понаблюдаем сначала за динамикой доллара и прочих финансовых инструментов том числе и фондового рынка но если руководствоваться теории да все что делает американский регулятор все решения они основаны на том что они борются с инфляцией высокой и соответственно проводят жесткую монетарную политику чем больше будет сигнал от признаков устойчивого снижения инфляции тем быстрее фрс откажется от жесткой монетарной политики перейдет к какому-то периоду затишья потом начнет снижать ключевую процентную ставку но сегодня данные по инфляции могут преподнести определенного рода сюрприз потому что вчера вышли данные по промышленной инфляции цен производителей и как мы прекрасно видели независимо от того что прогнозируется экспертами реальные цифры могут оказаться даже прям совсем даже не рядом то есть по факту мы увидели по индексу цен производителей то что годовой показатель основного индекс потребительских цен вырос до двух и двух процентов с двух причем прогнозировали снижение до 1 6 процентов базовый показатель вовсе скакнул с двух и двух процентов до двух и семи процентов то есть значительный рост рост промышленной инфляции нужно понимать скорее всего является следствием того что потребители готовы к большей потребительской активности и сами потребители вынуждают промышленников промышленные предприятия увеличивать цены потому что есть спрос и довольно таки высоких логически рассуждаем можно предположить что если высокая активность потребителей привела к росту промышленной инфляции мы сегодня можем увидеть рост и основного индекса потребительских цен что соответственно снова вернет на рынок идею того что фрс может повысить процентную ставку еще один раз до конца этого года на 25 батистых причем протоколы которые вышли также вечером вчера подтвердили напомнили наверное нам что месяц назад во время прошлого заседания американского регулятора большинство представитель фрс поддержала идею повышение ставки исходя из наличия рисков для усиления инфляционного давления но тогда в протоколах наверное самый главный аргумент сводился к забастовки автопроизводителей конечно же тогда еще и речи не шло о событиях которые сейчас развиваются на ближнем востоке это как еще один триггер и катализатор потенциального роста инфляции особенно если конфликт начнет развиваться и в него будет вовлечено все большее количество государства и стран например тот же самый ран когда вернуться на рынок также опасения перебоев поставок а котировки черного золота влезет к новым локальным максимум давай перейдем демонстрация экрана у меня как раз индекс доллара открыт это как инструмент чтобы подытожить эти ожидания по фонгментальному фону текущие котировки в районе 105 40 держатся сегодня в 12.30 по джеймси будет релиз который говорил по инфляции я думаю то что вполне возможно вероятно цифры окажутся выше чем ожидают эксперты соответственно рост инфляции может поддержать позиции американского доллара это вполне такой реалистичный сценарий потому что как я уже отметила действительно есть много предпосылок для роста инфляционного давления не вижу сейчас каких-либо причин чтобы прям говорить о том что доллар достиг локальных максимумов и дальше будет только снижаться потому что если развивать новостной фон и фундаментальный фон раскручивать по доллару все равно можно прийти к идее того что доллар может поддерживать не только перспектива повышения ставки но и те же самые события на ближнем востоке и тема проекта государственного бюджета она была не разрешена две недели назад просто выиграли время республиканцы демократы и до 17 ноября мы вернемся на вот этой теме то есть риск потенциального шатдауна тоже как бы фактор повышенный спрос на защитный доллар поэтому я смотрю побычи сейчас отношения американца и думаю что индекс доллара может легко развернуться так же быстро как перешел коррекции на прошлой неделе уже нацелиться на уровне 7 и потенциально повыше так по поводу британская валюта текущие котировки 1 23 15 сегодня утром буквально скажем несколько минут назад до начала нашего с тобой эфира вышли данные по темпам экономического роста британской экономики и по промышленному производству отчет по овп скоромный прирост в августе на целых две десятых процента в соответствии с прогнозом если сравнивать с тем значением которое было в июле да хорошая цифра потому что в июле было спад на целых шестьдесятых процентов но другие компоненты данных которые вышли промышленное производство здесь уже плохие цифры потому что в месячном выражении в августе спад на целых семьдесятых процента годовой показатель 1 и 3 против прогноза 1 и 7 я не верю в хорошие перспективы британской экономики вообще считаю что фунт при том фоне который ранее сложился точно заряжен на дальнейшее снижение и вот эти отчеты которые мы получаем по британской экономики доказывают то что британская экономика не сможет избежать рецессии ранее у меня были очень большие надежды на то что банк англии все же повысит агрессивную процентную ставку это поможет борьбе с инфляцией но банк англии решил отсидеть в стороне на мой взгляд совершил страшную ошибку по сути потерял больше чем месяц два месяца вот этих превентивных мер которые могли быть использованы борьбе с инфляционным давлением два месяца это много для экономики поэтому дальше будет хуже еще раз отмечу что цель 120 это долгосрочная цель я допускаю что мы очень быстро к ней придем буквально на прошлой неделе чуть-чуть не хватило чтобы добить до этого уровня 120 я думаю что вот текущая распродажа прямо сейчас на четырехчасовом таймфрейме мы наблюдаем за британской валюты это как раз и есть начало коррекции от того роста который произошел с конца прошлой недели от коллекция перерастет в развитии нисходящего тренда так еще хотел и не разобрать золото текущие цены 1880 долларов за тройскую унцию я по-прежнему продолжаю ориентироваться на рыночный сантимент хотя признаю что сейчас очень неоднозначная картина по именно тому что происходит с золотом с одной стороны я уверен в росте доллара и это должно топить позиции рынка драгоценных металлов но с другой стороны геополитика ближний восток и рыночный сантимент который сейчас указывает на то что толпа трейдеров находится уже в коротких позициях под толпой я подразумеваю 65 процентов от трейдеров это как на своих брифингах говорил еще некрасивые такие экстремальные цифры как 70 30 80 20 но все равно все же большинство за которым мы должны понаблюдать что делать по золото в текущих условиях наверное основная рекомендация может быть даже лучше сохранить статус кого и ничего не делать потому что как подсказывали еще мои коллеги обязательно должно быть перекрытие гэпа который образовался со эти этой недели новым пока этим пока не пахнет для тех кто хочет рискнуть я бы сейчас поддержал фланговой сделки с целями 1900 долларов за тройскую урну то есть с небольшими короткими целевыми ориентирами буквально 20 долларов не больше потому что в конечном счете уверен то что золото перейдет к развитию нисходящей динамики это такая краткосрочная сделка пока мы ждем отчет по инфляции и даже на самом факте волатильности после выхода этих данных золото реально может кольнуть сопротивление 1900 долларов за тройскую ну а следующих целевых ориентир и поговорим уже на следующей неделе меня слово тебе так отлично значит меня очень радует то что ты сказал потому что это ну прям полностью совпадает с моим мнением с тем что хотел сегодня показать значит смотри если вот мы говорим о в разрезе смотрел индекс доллара я хочу хотел бы вот индекс доллара и евро то есть их в связке рассмотреть значит по евро у нас цена подошла к очень сильному сопротивлению это небольшая локальная область накопления плюс предыдущий локальный уровень также здесь находятся у нас достаточно мощные профильные объемы которые из текущего контракта декабрьского и частично еще с сентябрьского старого контракта были то есть вот эту часть дополнительные здесь были объемы и плюс контрольная маржинальная зона сюда попадает в эту же область вот она и таким образом диапазон в районе 106 там 35 106 70 с копейками это очень сильное сопротивление также у нас такой красивый нисходящий канал мы его хорошо видим вот по всему полностью падению которое началось еще в июле месяце и как раз цена подошла к верхней границе чаще всего делают такие легкие уколы подобного канала и после этого отскакивают вниз вопрос том на насколько глубоко у меня лично вот есть такая хорошая озонка в районе 104 то есть на обновлении минимума но не не сильная то есть приблизительно вижу вот сюда я полностью согласен с тем что да действительно то есть нет сейчас как бы таких серьезных предпосылок именно по странам евросоюза для активного роста то есть фактически текущая коррекция она больше вызвана откатом по индексу доллара то есть это больше зависело от штатов чем от самой европы в данном случае плюс ко всему у нас еще и кумулятивная дельта была достаточно агрессивная положительная поэтому если в целом посмотреть то у нас получается такая кумулятива сейчас на чуть-чуть просела в конце но это абсолютно нормально потому что когда заканчивается коррекция начинает заходить уже на продажу то есть на продаже мы четко видим сейчас по кумулятивной дельты они они начались буквально вот позавчерашнего дня вот с 10 октября поэтому я думаю не хватает здесь такой либо кульминация красивое дело сегодня в районе 15 30 по новостям либо же сделать просто перекрытие от этого сегмента вниз то есть пробить 1 05 80 и тогда у нас будет подтверждение нисходящего движения и можно будет спокойно заходить на продажу но в любом случае это зона очень сильно очень мощная по фунту абсолютно аналогичная ситуация здесь у нас тоже есть так вот красивый нисходящий канал цена очень близко находится у его верхней границы здесь предварительно тоже брали коррекции но единственно конечно да я не думаю что сможем дойти до этой зоны честно предполагал что где-то вот закончится вот в этом все диапазоне но смогли и верхняя граница вместе с контрольным маржой вместе с предыдущим накоплением то есть там где находился в это прошлое значение контрактного депока вот в этой области у нас 12370 12450 тоже очень мощная область хотелось бы конечно вид сюда домой потому что прям с текущих ничего интересного нету как по мне вот и отсюда как раз движение вниз примерно уровень 120 потому что следующая поддержка значимая серьезная поддержка вот если смотреть стратегически у нас находится в районе 118 118 половина то есть до этого особо сильного значимого здесь ничего не было то есть но там какие-то опционные хеджи были небольшие но это несущественное вот более сильно находится как раз таки в районе 118 половины поэтому смотри я все-таки предполагаю что снижение у нас здесь будет я пока что начерчу просто на обновление меню потому что я более чем уверен до нашего следующего брифинга в четверг мы успеем тоже здесь если что подкорректировать уточнить цели будущего предстоящего надеюсь падение вот и целом то есть у меня даже сама по себе структура особо не вызывает сомнения в том что движение вверх у нас откатная и также фундаментальный фонд по великобритании у нас тоже пока нету ничего такого чтобы действительно росло то есть там чтобы инфляция сильно у них упала или же промышленные индекс рост то есть особо ничего такого нету так что да я тоже самое за движение вниз по индексу доллара здесь вот есть такой один скользкий момент но в принципе глядя на евро то это скользкий момент не сильно-то и пугает дело в том что цена вышла с границ восходящего канала вот то есть чаще всего это означает увеличение самой коррекции но большинстве случаев но по факту мы видим что цена сейчас прямо сидит вот на локальной поддержке и вот вопрос в том что могут попытаться либо же с текущих вот так вот отскочить вверх то есть вернуться в канал взять вот такой вот ну если будет быстро возврата это фактически как ложный будет пробой канал просто на угол наклона подкорректируем либо же движение тогда сделают более серьезное вот к этому длительному долгому сильному накоплению и отсюда стартанут снова вверх то есть чаще всего подобные развороты они не делаются без ретеста то есть в основном такие хорошие значимые ретесты здесь все же будут проходить поэтому по индексу доллара у меня вот такой вот вариант я даже больше слоняя что прямо с текущих попытаются отскочить потому что глядя по евро то здесь сопротивление реально очень сильное и что касается золота значит по золоту здесь у меня была изначально звонка начинался в районе 1861 и 1880 верхняя граница но здесь очень маленький маленькие сделали откат и фактически вот тобой выше и здесь как раз у нас прям мощное сочетание сразу нескольких сопротивлений здесь у нас контрольная маржинальная зона локальный уровень сопротивления и вот такой вот более сильный тоже дополнительное сопротивление поэтому в принципе ничего не мешает толкать особенно на том что начинается вот война в на ближнем востоке то есть создает точнее израиль против остальных и смотрите на этом фоне когда любая война в принципе мире происходит когда вот украина с россией прошла в прошлом году началась война то же самое было золото резко скаканула вверх то есть да это срабатывает как некий неопределенности и триггер страха я бы сказал действительно вот золото как небольшой аналог викс только викс больше относится к фондовому рынку а золото все-таки как к остальным и поэтому когда вспыхивает в любой точке мира значимый военный конфликт точно так же золото это реагирует ростом вот мы это видим собственно в виде того гэпа который уже произошел но я все-таки несколько вариант что у нас вот с этой областью если округли 1890 1900 отсюда как раз таки мы спикируем вниз дело в том что внизу я считаю эту область ближе к 1800 с точки зрения опционов с точки зрения локальной поддержки что там еще цена побывает пока что начерчу вот так вот на обновление минимума там потом мы уже подкорректируем на следующих брифингах поэтому здесь осталось дождаться внятной красивой четкой реакции от зоны то есть это могут быть кульминационные объемы там точечные вертикальные неважно главное чтобы хоть что-то нам дополнительно дали потому что сейчас пока что текущих интересного нет ничего так что предлагает 1890 1900 дождаться и потом уже только после этого можно будет действовать в принципе все остальные инструменты у нас очень хорошо коррелируют друг с другом и собственно как и наши с тобой сегодня мне до анализа и техника и фундамент это приятно конечно же посмотрим за тем не ошибаемся ли мы с тобой ну я думаю что он при таком анализе скорее всего нет позволю себе даже такое высказывание денис огромное тебе спасибо что наше время подключился обсудил со мной рынке еще раз напомню что очень важный отчет впереди нужно контролировать риски следить за загрузкой и позитов ставьте стоп-лосс обязательно мы подсказываем друзья как действует фактическое решение за вами не нужно гнаться за сверхприбыль потому что на таких платильных рынках все может быть совсем не так как должно прийти и произойти с учетом технического и фундаментального анализа и не с тебе тоже хорошего закрытия недели трейдов если будешь сегодня торговать работать выхода данных по инфляции то чтобы все было замечательно и хороших выходных до скорых встреч спасибо большое тебя тоже взаимно нашим подписчикам напоминаю под видео нас тоже благодарить всем спасибо тоже за внимание пока 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 за субтитры сделал DimaTorzok